Ребята, всем доброе утро. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а какие каналы вы смотрите? Дело в том, что мы отписались от половины канала. Поздоровайся. Молодец. Мы подписывались от половины каналов и вот теперь что-то мне смотреть особо нечего. Целую неделю я смотрела уральских пельменей, а вчера я увидела, что оказывается уже целый год прожектор Пэрис Хилтон. И папа поехал на работу. Вот это было лишнее. Он поехал разговаривать по поводу работы, но пока не на работу. Об этом история умолчивает, потому что Эрик все время, когда он просится с Олегом, куда бы он ни поехал, приходится говорить, потому что, ну как еще, иначе он будет проситься. Потому что водой мы едем вместе, магазин мы едем частью вместе. Короче, ладно. Так вот, прожектор Пэрис Хилтон вернется. Я тоже и тоже поехал. И вчера, блуждая по интернету, я напоролась на свою любимую передачу, на любимую передачу своих студенческих лет, прожектор Пэрис Хилтон. Я так обрадовалась. Смотрю сразу же первый выпуск. Ну, нет, там не первый выпуск, там был какой-то... Первый у меня был осенний выпуск. И там как раз были разговоры про выборы предстоящие, про Собчак. И тоже по ней проехались вообще. Будь здоров. И вот многие блогеры жалуются, во, там, по телевизору ничего не говорят, там, плохого, что на самом деле в мире происходит у нас в стране. Блин, зато говорят на таких юмористических передачах. Ну, у них сатиры, им можно. А что вы хотите, по первому каналу услышать это все, где... Короче, новости уже, наверное, вообще никто не смотрит. Те, кто снимают блогеры, да, по поводу политики, свои видео, то, ну, не знаю, мне это все не особо интересно смотреть, хотя периодически смотрю по-любому. Но лезть в этого все как-то не очень хочется. И больше хочется смотреть какой-то развлекательный контент. И вот многие люди, да, подписаны на какие-то каналы, смотрят их по несколько лет, дружат с этими людьми периодически. Возможно, кто-то из вас встречался с этими блогерами. Потому что, как бы, я тех, кого смотрела, и когда в Москве были встречи, я с ними встречалась. Например, с Теглоу. Мы с Димой очень хорошо поговорили. Танюша была в основном занята на этой встрече, потому что у нее там была целая армия женщин, которые пришли на них посмотреть, с ними пообщаться, послушать их лекцию. А мне удалось больше пообщаться с Димой. И я осталась вообще под таким хорошим впечатлением. Смотрела их канал долго, Теглоу. Очень жаль, что они его удалили, да. Потом у них вот этот Сиджим есть, но там уже такие ролики редко, и они какие-то другие стали. Про Таиланд мне было вот прям по-настоящему интересно смотреть. Челленджи еще говорят, да, вот давайте убирать челленджи. Это развлекательный контент, это, в принципе, смешно. И когда это делают взрослые нормальные люди, а не скидывание себе на голову презерватива или еще какой-то бредядины, конечно, которая миллион набирает, факт остается фактом. Но есть хорошие прям челленджи. Именно на таком контенте, да, даже вот в таких видеороликах можно понять, что за человек перед тобой сидит. Насколько он смешной человек, насколько он умеет грамотно смешно выпутываться из ситуации. В последнее время я еще смотрю интервьюеров, это я познакомилась с творчеством Big Russian Boss, наконец-то. Сколько он там лет уже общается с людьми, но я только узнала о том, кто это такой. И вообще вот мне просто в рекомендованных выпало видео Егор Крид. Блин, я посмотрела. Он, конечно, оценил контент, ребят, но, блин, сам он не смог вести нормальный диалог, и вообще было неинтересно смотреть. Он какой-то плоский до безумия. Ну а с Дудем все понятно. Его смотрят в любом случае все, и у каждого свое мнение есть по этому поводу. Кстати, интересно вас послушать. Какой гость вам, например, у него больше всего понравился. Давай, давай. Не коленкой, а ножкой, вот этой ножкой. Держи за меня. Еще. Еще. Прямая ножка. Прямая ножка. Еще. Давай. Нравилось? Да. Давай, Мика. Да. На эту часть острова за шикарными видами надо ехать. Я люблю горы. Так, что нам скажет? Не, не, не. Не, не, не. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Они сейчас договорятся насчет рыбалки Я вам виды покажу Здесь рыбаки Отплывают Мне интересно, зачем Вот здесь делали такую красоту Когда вид на отлив И так очень часто здесь Я даже думаю, что это не отлив Это прям, видите, такой маленький островок Песка насыпали Ну и плавать-то тут не прикольно Когда столько техники, столько лодок Зачем Именно тут Надо пойти посмотреть, что там Ну что говорят? Вот спидборд 18 тысяч наенган Он сказал тумору Сколько? 18 тысяч наенган Это на Бангану если ехать За Бангану А на это уже на Бангану не доехать Он сказал тумору Тумору? Да, тумору Мы решили с Олегом посмотреть, что там Может, жилье интересное попадется Сколько стоит, интересно Вот здесь, прямо на отшибе На краю острова В тайском районе Поселиться в домике Ну, я думаю, это кондик Кондики с бассейном Очень интересно Блин, айпад так тяжело снимать Он такой тяжелый Так, здесь Вот такая раковина Что тут есть еще? Там что-то спрятано Душ где? Я не поняла Это душ Смотрите, это душ с черепахой Обалдеть Так, вот они комнатки 311, 312 313, 314 Комнатки небольшие Походу Там тупо комнаты Не знаю, кухни есть Нет, очень сомневаюсь Это же все-таки отель Похоже на отель Значит, заходим Здесь у нас получаются ванны Душ Раковина Шкаф Большой Слушай, ну хорошее дерево И вообще такое белое, серое Все прикольно Так А вот эта вот тема тоже сейчас Очень знаменитая именно Украшения вот так вот В европейском стиле Ничего вообще лишнего, но прикольно Ну да, софа Ну да, софа Эрик, слезай Слезай Весь пески опять Телевизор Тоненький LG Ну, короче Кондиционер не над кроватью Можно, кстати, подглядывать Кто что делает в ванной Так, значит, это окно Давайте еще вид посмотрим Подожди Вид, значит, на вот эти домики Гора Слушай, а прикольно Шкаф И что-то интересное Валик нашел Прикольно А сумка-то Ну, блин Без комментариев Игладильная доска А сам утюг Давай приколимся А сам утюг Утюг Покажи Игладильную доску Утюг Что, он реально есть? В общем, меняет белье Каждый день В холодильник Вообще несерьезно Да Так Вот тут такую красоту Посмотрите Это доска Здесь карандаши А здесь в ведерке мел Пицца недорогая Да? Сколько стоит? От 280 до 330 Ну как везде А, нормально Ну ладно Спасибо за субтитры